Москва предпочитает решить ситуацию мирным путем, но в случае эскалации она готова ответить решительно и зеркально. Об этом заявил президент Владимир Путин накануне вечером в своем телеобращении. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет. Напомню, что 19 и 21 ноября западными ракетами были нанесены удары по военным объектам в Курской и Брянской областях. В частности, как сказал президент, возникшее на складе боеприпасов Брянской области возгорание от падения обломков ракет Атакамск ликвидировано, жертв и серьезных разрушений нет. В ответ на это Россия поразила объект оборонной промышленности Украины в Днепропетровске баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Это первое в истории России боевое применение баллистических ракет средней дальности. Как отметили наблюдатели, о разработке «Орешника» ранее публично не сообщалось. Сейчас с нами на прямой связи сенатор Сергей Перминов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Как сказал президент, после ударов ракетами Атакамс и Шторма Шедо региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Что это значит? Указанные вами тактические ракеты западного производства, производства Соединенных Штатов, Великобритании, они не могут применяться, практически применяться без прямого участия офицеров вооруженного блока НАТО. Это совершенно очевидно. Вопросы цели и указания, вопросы подготовки и вопросы старта, пуска и ведения до цели – это вопросы, которые не отданы в руки украинской стороне. И мы с вами об этом неоднократно говорили у вас в эфирах. Поэтому совершенно очевидно, что применение указанных типов и видов вооружений с прямым участием офицеров НАТО меняет качественно саму природу указанного конфликта. Поэтому, собственно, об этом и сказал президент, что требуется зеркальный ответ и требуется абсолютно точно, требуется возмездие за подобного рода модель поведения. Поэтому произошло то, что произошло. Системы ПВО нашей страны, как отметил глава государства, отразили атаки западных дальнобойных ракет по территории России. Цели противника не достигнуты. Тогда в чем смысл такой атаки с военной и политической точки зрения? Ведь о таком исходе противник наверняка догадывался. Он не мог не знать о возможностях российской ПВО. Ну, совершенно очевидно, что не существует идеальных систем ПВО, которые обеспечивают стопроцентное сбитие выпущенных ракет. Это совершенно очевидно. Первое. Второе. Президент в своем выступлении упоминал о двух групповых комбинированных пусках, которые проводились с установок «Хаймарс» и, очевидно, проводились с воздушных носителей. В любом случае, какое-то определенное количество ракет будут достигать цели, либо будут падать рядом с ними, сбитые падать рядом с ними, нанося очевидный или возможный ущерб, урон гражданскому хозяйственному комплексу нашей страны, что является недопустимым риском и угрозой. Мы на это вынуждены реагировать, как сказал наш президент, а наши оппоненты, они будут пользоваться этой возможностью для того, чтобы нанести стратегическое поражение, о котором они так мечтают, ну и по ходу достижения поставленной цели, которую они пока не дезавуировали, они будут пытаться сеять панику, страх и пытаться воздействовать на внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому наши вооруженные силы, военно-политическое руководство относятся очень серьезно к существующим рискам и наши системы ПВО будут делать все возможное, они одни из лучших в мире, но тем не менее определенные риски, которые связаны с применением указанных типов ракет, они в любом случае существуют и мы это с вами должны иметь в виду. Президент подтвердил факт того, что наши вооруженные силы ударили по Украине баллистической ракетой в безъядерном оснащении, она называется «Орешник». И она поразила один из крупнейших оружейных комплексов в Днепропетровске. А что из себя представляет этот «Орешник»? О нем раньше ничего не сообщалось. О нем раньше ничего не сообщалось, потому что мы строго следовали принятым на себя обязательствам по неразработке и неиспользованию, не применению ракет малой и средней дальности. Некоторое время тому назад Соединенные Штаты вышли из указанного соглашения, более того, разместили по периметру нашей страны системы ПРО, которые в определенный момент времени могут оснащаться ракетами не класса «Земля-воздух», а ракетами класса «Земля-земля», по сути, являя из себя установки, которые могут быть заряжены ракетами малой и средней дальности. В ответ на существующую вызов и угрозу Российская Федерация в режиме, так я понимаю, полной секретности, в этом тоже нет никакой новости, так действуют все страны мира, приступила к подготовке военно-технического ответа, потому что совершенно очевидно мы столкнулись с рисками и вызовами нового порядка. И итогом деятельности нашего военно-промышленного комплекса, нашей инженерной школы, стала разработка и, как мы вчера видели по заявлениям президента, испытание, успешное испытание комплекса «Орешник». Совершенно очевидно, что это система средней дальности. Я так полагаю, что дальность полета, я не знаю об этом, я так полагаю, что дальность полета, она где-то может достигать 5-6 тысяч километров. Совершенно очевидно, что эта ракета оснащена разделяющимся боевым блоком, и президент вчера называл тактико-технические характеристики, указывая на высокие показатели гиперзвуковых скоростей движения и маневренности этого блока. И, как показали испытания, свидетелями которых мы явились, они прошли весьма успешно. Блок надежно защитит, этот комплекс надежно защитит наши с вами интересы и обеспечит безопасность на должном уровне. В этом мы не должны сомневаться. Владимир Путин также сказал, что Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чьи оружие наносят удары по территории России. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует. Речь идет исключительно о военных объектах или инфраструктурных тоже? Владимир Путин. Россия никогда в своей истории не оказывала негативного воздействия на гражданских лиц. Мы с вами это знаем, мы с вами помним. И президент сказал, что мы так и будем продолжать действовать. Мы будем противодействовать и исключительно наносить ущерб и урон военной инфраструктуре, которая задействована в конфликте с нашей страной. Это очевидно. Еще один вопрос. Пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Каролайн Левитт, комментируя ответ России, заявила, что вновь избранный президент попытается восстановить мир во всем мире, но с упором на американскую мощь. Как это можно понимать по-вашему? Понимаете, в 91-м году прошлого века в глобальной истории случилась такая однополярная пауза или однополярный момент, когда Соединенные Штаты почувствовали себя мировым гегемоном, распространяющим свое влияние через финансовые, экономические и военно-дипломатические союзы на территорию всей планеты. И совершенно очевидно, что модель, которая принята сейчас в Соединенных Штатах, производственная, экономическая и финансовая модель, они не могут существовать без подпитки дешевыми ресурсами с территории других государств планеты. И совершенно очевидно, что изменения этой парадигмы, они влекут за собой, по сути, коллапсирующие явления и в экономике, и в финансах Соединенных Штатов. Поэтому мозговые центры, поэтому переходная команда Трампа, поэтому существующие научные доктринальные мнения в Соединенных Штатах, они будут разрабатывать схемы глобального доминирования одной страны в Соединенных Штатах Америки. Наша задача в этот исторический момент сформировать второй полюс, сформировать систему союзов, которая будет действовать на основании других принципов и правил свободы, уважения, суверенитета, независимости, традиционных ценностей, национальной самобытности. И, конечно, Соединенные Штаты, при победившем президенте Трампе, они будут стремиться обеспечить свое глобальное доминирование за счет новых подходов в экономике, внешней политике, подходов в конструировании новых ситуационных альянсов. Мы с вами это должны понимать. И эта позиция в Вашингтоне, она никуда не денется. Соединенные Штаты – это центр, который постарается сохранить свою гегемонию и управлять планетой на своих принципах и правилах. В противном случае, с тем уровнем долга и при тех принципах существования Федеральной резервной системы, Соединенные Штаты Америки, экономику и финансы ждет коллапс в ближайшие годы. Поэтому, как сказал наш президент несколько ранее, два десятилетия напряженной борьбы за собственный суверенитет нас с вами ожидают, и мы должны быть к этому готовы. Сергей Николаевич, спасибо за то, что поделили свои мнения. На наши вопросы в прямом эфире отвечал сенатор Сергей Перминов. Продолжение следует...